Бюджет, пенсионеры и алкоголь на повестке очередного заседания областной думы. Это если вкратце. Если подробней, 2016 год уже подходит к концу, а парламентарии до сих пор корректируют бюджет. Новые изменения по доходам и расходам обусловлены безвозмездными поступлениями целевого назначения из федеральной казны. Те изменения, которые сегодня приняты, связаны прежде всего с учетом в доходах и расходах областного бюджета, бюджетного кредита, предоставленного Министерством финансов на сумму 4 миллиарда 800 миллионов рублей. И соответственно на уменьшении средств на обслуживание государственного долга Ивановской области. Это были те целевые показатели, то к чему мы стремились и эта работа благополучно завершена. 7 977 рублей. Такой размер прожиточного минимума установили депутаты для малобеспеченных пенсионеров на 2017 год. Это примерно на 500 рублей больше, чем в 2016. Стоит обратить внимание, что речь идет о конкретной категории граждан, а не обо всех пенсионерах. У нас есть порядка 20 с чем-то тысяч населений, которые пенсию получают очень маленькую, ну просто там 3-4 даже 5 тысяч в связи с разными обстоятельствами. Так вот, эти люди будут получать пенсию 7 970 рублей, которые мы сегодня утвердили. То есть мы ее доводим до прожиточного минимума этой категории. Это достаточно большая категория людей. Бурное обсуждение вызвало вопрос о поддержке предприятия, производящего крепкие алкогольные напитки. Предлагается освободить компанию от уплаты налога на имущество в 2017 году. Арифметика такова. Предоставив льготу, бюджет недополучит 1,6 миллиона рублей. Зато прирост от акцизов составит более 6 миллионов. Сейчас речь идет о текущем, вернее, о 2017 году. И будет заключен со всеми получателями льготы договор. Соответственно, с этим договором там есть предел выпуска декалитров. Сколько мы планируем, по-моему, 295, значит, получить от этого предприятия. И задача в том, чтобы, конечно, предприятие наращивало объемы. Потому что именно от объемов мы получаем тот акциз, который рассчитываем за часть бюджета. С критикой на хмельной законопроект обрушились коммунисты и либерал-демократы. Якобы поддерживать алкогольную промышленность все равно, что спаивать население. Однако у предприятия на сэкономленные деньги виды куда более благородные – модернизировать производство и сохранить рабочие места.